Так вот, завершающий этап. В общем, полочку я для себя сделала. Вот, это шампунь-батезонер-маска-маска. Энзимная пудра от фирмы Аравия. Я вот думаю, что я опять уход за лицом Аравия приобрету. И вот те вот масочки. Увлажняющие, питающие. Важно, оказывается, увлажнение питания. Что лица, что кожи, что волос. Вот так себе сделала. У меня силиконовая губка для умывания. Не стала другие аналоги брать. С силикошкой ничего не будет. Но здесь кошачье мыльно-брыльное. Здесь все для уборки щетки. И вот так вот осталось. Мы живем в съемной квартире. Итак, вот я мужа попросила сделать мне вот такой стеллажик поверх стиральной машины. Здесь это у сына и у мужа. Здесь не влезет, короче, бардак. Я сюда не суюсь, но хотя бы это все не валяется. Так, здесь моя уходовая косметика. И вот, кстати, в светофоре есть вот такие вот за 90 рублей вот такие дезодоранты. С фиолетовым колпачком и с красным. С красным более женственные, может, с фиолетовым более мужские. Так, вот здесь я все распределила при вас. Вот сюда хорошо помещается вот этот контейнер. И вот декоративная косметика с кистями. И вот зеркало. Вот так очень удобно. Ну, а здесь второй этаж. Здесь заколки, бегуди, волосы. Здесь все для расчесывания, для волос. И здесь мои очечки. А на втором этаже, вот кружка, я с марха, надо ее куда-то приспособить. Всегда храню пустые бутылки из-под, пустые баллоны из-под чистящих и моющих средств. И туалетную бумагу с влажными салфетками. Вот сюда мы ложим туалетную бумагу и влажную салфетку. То есть во время пользования, так как санузел совмещенный. Мы сидим на уметрике прямо рядышком. Потом я вам покажу фирму ГРАСС, какие средства мы приобретаем. И как они у меня расходуются, используются. Я тоже на них при новых приобретениях буду ставить даты. Но вот те, которые у меня сейчас в наличии, это моющие средства для посуды, жидкое мыло, гель для душа и шампунь 2 в 1. Средства для мытья полов и всех поверхностей и средства антижир. Они у меня с июня месяца. Просто с июня еще до сих пор. С июня месяца они у меня. Сейчас конец января. То есть там еще по половине есть. Очень экономно. Средний баллон где-то 700-800 рублей стоит. Ну и эти баллоны я тоже буду приспосабливать. Я думаю, что подсыпочие продукты, такие как крупы, макароны, их можно прекрасно, отлично отмыть. То есть мы же все равно все моем. И там хранить рассыпные такие продукты. Чем в пакетиках, в пачках это очень неудобно.